Итак, это логическое продолжение статьи про Sapphire Plus, который я обозревал ранее. Принтер мне понравился, я увидел в нем хороший потенциал после доработок. Самое главное это поставить директ экструдер. И если на других принтерах это не очень большая проблема, то тут были сложности. Самая главная проблема из-за того, как сделана балка и расположение родного хотенда. То есть под балкой. Простой мод, поставить тот же родной БМК сверху, соединить куском тефлоновой трубки с хотендом, допустим поставить и 3D5-6. Но так мы получаем псевдодирект, так как длина этой трубки получается все равно большая. Поставить нормальный хотенд перед или сзади скобы, мы теряем в поле печати, так как сопло сдвигается на некоторую величину в сторону. Но когда я наткнулся на него, я покрутил в голове и решил, что он должен отлично встать и заказал. Первое вау, это была упаковка. Это не просто картонная упаковка с кучей запчастей, Биг-3 ТЭК заморочились и показали некую премиальность решения. Сразу понимаешь, что они гордятся своим продуктом. Сам хотенд в сборе лежит в бархате, все остальное в отдельной коробочке внутри. В комплекте идет вентилятор обдува радиатора, нагреватель, термистер, провод для подключения мотора, крепе, фитинг, ключи для удержания блока и откручивания сопла и конечно же уточка. Второе вау, это был его размер. Я ожидал, конечно, что он маленький. Но я не ожидал, что он настолько маленький. Прямо-таки игрушечный. Качество изготовления просто шикарное. Хороший, плотный, качественный силиконовый носок. Нагревательный кубик по описанию производителя, никелированный медный, термобарьер биметалл, титанать. Качество изготовления всех шестерен на 5+. Внутри все еще шикарнее, чем снаружи. Стоит он немало, но ты прекрасно понимаешь, за что заплатил эти деньги. Я долго крутил его в руках вместе с балкой-кареткой. Примерял, снимал. Думал, как его закрепить максимально жестко и удобно для дальнейшей эксплуатации. В итоге остановился на таком виде. Сопло находится ровно там же, где и родное, а значит поле печати сохранили полностью. Лапка находится удобно, пальцем долезть и нажать на нее очень удобно. Хотя, как оказалось, в процессе ее можно и не нажимать. Подвел пластик, на принтере нажал затянуть пластик, и он его захватывает и протягивает без каких-то проблем. Весь проект я выложил на Тиндживерсов «Свободное скачивание», кто захочет установить. Там максимально подробно описал процесс установки в картинках и нужный крепеж. Дольше всего я пытался придумать удобный натяжитель ремня. Пробовал разные варианты, но все было или неудобно или усложняло конструкцию. В итоге мне подсказали воспользоваться вот таким простым натяжителем. Он оказался самым удобным. И вот так компактно и аккуратно он выглядит на принтере, вид с обратной стороны. Соплы для обдува получились вот таким образом. Посмотрим, может в дальнейшем их изменю, если не понравится. Пока кажется все вполне нормально. И конечно же заказал стальную пластину с пэй-покрытием с магнитной подложкой. Обычно ее клеят прям на столик, но тут есть нюансы. Столик, особенно такой большой, будет в любом случае немного кривой, и пэй повторит все изгибы. А я не фанат автоуровней, поэтому нужно добиться максимально ровного стола. Я взял родное стекло. Оно сразу идет с наклейкой по всей площади, приклеил стекло, и на него уже приклеил магнит. Да, теплопотери станут больше. Да, будет греться чуть дольше. Но так мы получаем максимально ровную поверхность. Поставил пластик PetCat StreamPlast и начал тестировать печать. На маленькой скорости, тильда 60, все было чудесно, но я решил надо поднимать скорости. На скорости печати 100, перемещение 200, случилась пробка и кубик не допечатался. Я пробовал разные настройки, менял ретракт и т.д. Но пробка оставалась. Тут я немного сначала расстроился. Решил добавить такой кусочек теплоизоляции между кубиком и самим экструдера, чтоб жар от кубика не шел наверх и меньше прогревал. Пробка все равно оставалась. А потом я просто поставил кубики в ряд и увидел, что пробка случается на одном и том же месте. И это навело на мысль. На роторе мотора поставил метку и сидел смотрел, как кубик печатается. И в тот момент, когда образовалась пробка, оказалось, что это не пробка, а просто мотор остановился. Причина оказалась банальной, драйвер не выдержал этих скоростей и вырубился. На экструдере, как и на всех осях, установлен драйвер 2225, он же 2208. В идеале поставить 2209, но их у меня не было. Поэтому поставил старый добрый 4988, и все заработало. И на удивление звуков лишних не прибавилось сильно. Но заказал 2209, жду. Кубик получился, и вполне достойный, сопло 0. 5, высота слоя 0. 2. Затем поставил сопло 0. 3, отпечатал пачку маленьких кубиков, заодно проверить ретракт. Для меня результат показался вполне отличный. Даже учитывая, что Петк любит волосить, тут этого нет. Из дефектов, есть небольшой звон на деталях и немного сказывается ОСЗ, это уже вопросы к механике принтера, над ней сейчас работаю. Сам экструдер работает очень отлично. Далее работать с твердыми пластиками стало скучно, так как понятно, что экструдер с ними будет работать отлично. Взял ТА от ЕСАН, он довольно жесткий, решил на нем потестировать. Тут уже вернул сопло 0. 5, высота слоя 0. 2, скорость печати 70, перемещение 200. Экструдер справился с ним отлично, никаких проблем не возникло, даже учитывая довольно большую скорость для флекса. Но почему бы не взять помягче? Это уже ТА от ФРПЛАСТ. Он очень мягкий. И также на тех же параметрах он отпечатался отлично и без проблем. Это в сравнении с тем, как напечатал тоже колесоного ксалап АКИЛА С2 на их штатном Директе. Но с отличием в том, что АКИЛА напечатала его на скорости 30-40. Разница существенная как в качестве, так и в скорости. И напоследок нужно было напечатать такую деталь, сделал ее на этом принтере. Материал ABS Plus от Streamplast, печать в термокамере. Сопло 0.5, высота слоя 0.2, скорость печати 100, перемещение 200, обдув 50%, ABS Plus от Streamplast можно немного обдувать, он не трескается и получается крепким. По итогу, данный экструдер это наверное лучшее решение для принтеров Sapphire Plus Pro. Он очень компактен, легкий, аккуратный, ставится элементарно, качество изготовления и материалы, шикарное. В печати одни плюсы, он мне настолько понравился, что я заказал себе еще BigF H2 500 на второй принтер. Технически вроде бы то же самое, немного изменен, но об этом возможно позже, когда он придет и его потестирую. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.